Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. В первую очередь хотелось бы отметить, что господину Батеру была выплачена зарплата по решению суда, не по вопросу того, что его незаконно уволили. Господин Батеру просто судебная инстанция приняла решение не восстановить должности, а признала результаты конкурса и обязала муниципальный совет принять решение о назначении его в качестве директора данного публичного учреждения. Господин Батеру никто не уволнял. Это первое. Второй момент. Вы привели в отношении господина Пчелы. Хотел бы отметить, что да, было произведено восстановление господина Пчелы в должности управляющего муниципальным предприятием согласно решению суда первой инстанции, так как данные решения суда первой инстанции восстановления должности исполняются незамедлительно. Пока нет никаких денежных средств господин Батеру еще не были выпущены. До сих пор идут суды, и они находятся, сейчас на рассмотрении дела находятся, в апелляционной палате. Поэтому говорить, что будут выпущены еще какие-то денежные средства, пока не сразу. Нету еще решения. Третий момент. Как я отмечал и говорил вам на заседании комиссии, данное увольнение вы, уважаемые советники, производите на основании статьи 200-й Гражданского комисса. Данная статья была введена в действие 1 марта 2019 года. Институт применения данной статьи, практика применения данной статьи отсутствует. Как бы я интересовался у своих знакомых, у всех, кто-либо применял бы эту статью. Пока нет, в практике применения этой статьи нет. Да, но данная статья предусматривает следующее. Зачитаю вам, чтобы вы были уверены в принятии своего законного решения. 2. Управляющий может быть освобожден от обязанностей решением компетентного органа юридического лица по основанию, предусмотренному законом или договором, а также без указания причины, без предварительного уведомления. 2. При наличии трудовых правоотношений между управляющими и юридическим лицом освобождение от обязанностей в соответствии с частью 1 лечет прекращение индивидуального трудового договора по ожиданиям. Положения трудового законодательства не могут быть использованы для оспаривания решения об освобождении от обязанностей управляющего. Если освобождение от обязанностей управляющего, для которого приведено предусмотренное законом или договором основание, не вписывается в это основание, управляющий не может обратиться в судебную инстанцию за установлением того, что он освобожден от обязанностей без указания причины, но не может по этой причине оспорить решение об освобождении от обязанностей управляющего. То есть, как я и вам пояснял в соответствии с этой статьей, если у господина Пчелы появится желание обжаловать решение муниципального совета, он может обжаловать лишь причину его увольнения, но не сам факт увольнения. Дорогие советники, все прекрасно, все хорошо, основание есть, закон есть. Принимают решение советники, да? Ну и хотел бы обратить и на будущее внимание на то, что, да, ну тот орган, который примет решение для освобождения от должности господина Пчелы. Да, не только Пчелы, будем говорить того, который нарушил головой законодательства, который не устроит, не то что нас персонально, но не устроит, как он работает и как он администрирует на данном предприятии. Согласен. Но давайте посмотрим другую сторону медали. Контракт трудового. Зачем тогда заключается в контракте? Почему в контракте не предусмотрены? Мы подойдем сейчас по рассмотрению к 17-му вопросу. Вы видели банковский контракт, где четко все риски обсужен, и мы не можем там зацепиться ни за что. И они даже не могут, мы не имеем права изменить что-либо в этом контракте. Так я думаю, что юридическая служба должна разработать проект типовой контракта, но в нем нету. Почему тогда мы на данном не можем обоснованно идти по контракту? Понимаете, мы прикрываемся коллективной ответственностью, которая приводит к коллективной безответственности. Всеми директорами муниципальных предприятий заключены индивидуальные трудовые договора, как предусматривало действующее законодательство и как предусматривало, по-моему, на данный момент. Другой вопрос заключается в том, что, как вы помните, в декабре 2017 года был принят закон о государственных и муниципальных предприятиях. Согласно этому закону, типовые договора с управляющими муниципальными и государственными предприятиями утверждают постановление правительства. Мы на протяжении двух лет, я не знаю сколько, раз пять, направляли обращение в адрес правительства, чтобы они все-таки приняли нормативные акты во исполнение этого закона. К сожалению, а может к радостью, буквально только две недели назад, неделю даже назад, было принято постановление правительства во исполнение этого закона. Данное постановление правительства, данное постановление, они утвердили типовые уставы муниципальных предприятий, типовые договора и так далее. Все документы, которые необходимы во исполнение этого закона. Также довожу до вашего сведения, что примаром муниципе Адбелс было организовано совещание со всеми руководителями муниципальных предприятий. Были даны задания всем руководителям муниципальных предприятий по приведению в соответствии с действующим законодательством всех документов, то есть уставов, положений и так далее. На данный момент из самого постановления правительства, 484, там указано, что органам местного предприятия и управления месячный строк привести свои наркотивные документы в соответствии с данным постановлением. Поэтому сейчас мы над этим моментом работаем, надеемся, что на декабрьской сессии вам, советникам, будут представлены макет документов, которые будут содержать устав муниципального предприятия, положение об административном совете, положение об ревизированной комиссии. Плюс также вы будете утверждать договор с директором муниципального предприятия, где будет прописана ответственность, где будет прописана экономическая эффективность, в чем должна заключаться деятельность данного управляющего. В том числе вы будете утверждать и само вознаграждение данного руководителя. Спасибо, хорошо. Боли на муне, а не профессиональные? Мы сомнёмся на эту секцию. Да, мы проведим субтитры. Кто действительно будет в этот проект? В ответ, абсолютно. Умами. Вопросы мы точно так же задавались, поверьте мне, я искал какой-то нормативный акт, который бы запрещал бы это, но я не нашел. В связи с этим, раз нет нормативного акта, который бы запрещал, пришли к точке зрения, что это должно быть. Скажите, пожалуйста, в течение какого времени будет конкурс? В первую очередь, вы будете определять, так как вы будете принимать решение о проведении конкурса, но данное решение, как и вам не смело комиссия, что после того, как вы примете решение о увольнении господина Пчелы, появится вакантное место управляющего. Оно занимается в соответствии с положением, которое вы утвердили на основании проведения конкурса. После принятия вами решения, сейчас приман даст поручение службе кадров подготовить на ближайшее заседание Совета, которое состоится, конкурсную документацию, в котором в этой конкурсной документации будут объявлены требования к кандидату, которые вы хотите. Сроки проведения, выберите конкурсную комиссию, все в соответствии с положением проведения конкурса, которое вы утвердили. На СИДУТВ, дакану, чинись от этого участка этой дичизии. Не потреба акциялот унанимка Монтепресс.